Здравствуйте! Это программа «Книжный мир» и я ее ведущая Анна Базлева. Если вы не любите читать, то значит вы просто не нашли свою книгу. Возможно, рекомендации нашего сегодняшнего гостя помогут вам сориентироваться в разнообразии книжных изданий и подобрать для себя действительно стоящий экземпляр. Так что присоединяйтесь! Взрослые не верят в домовых, потому что не могут их увидеть. А вот дети домовых просто обожают, ведь с ними можно поиграть, пошалить, да и просто поговорить, когда скучно. С детства мне был знаком только один домовенок – Кузя, но оказывается их гораздо больше. Хотите познакомиться? Тогда читайте книгу Эльвиры Смелек «Вот такие веселовые» или «Две сказочные повести про прикольных домовых». Их в книге целых два, и каждый расскажет свою историю, познакомится волшебной стороной и напомнит, что бывает с теми, кто не выполняет свои обещания. Домовой Тодд и еще один был домовой Шкафыч. Они были оба добрые. Тодд, он жил под кроватью, и там у него всякие чудеса творились. Там шел снег, но снег был необычный. Там были снежинки разноцветные. Красные очень сладкие были, а синие совсем кислые. Шкафыч, он жил в разных шкафах. Только если он пойдет через стенку шкафа, то он попадет в другой шкаф. У него рот превратился как бы в сосиску. Был похож на сосиску. У Тодд капюшон, как у ковры, большой нос. И выглядит, и шерстка, как у медвежалка. Я бы хотела, чтобы у меня дома жил домовой. Я бы себе представляю белым, как-то таким комочком пушистым, на ножках, и с ушками вот такие вот. И что ты с ним делала? Играла каждый день, пока не была в музыкалке. Что-нибудь полезное из этой книги для себя ты узнала? Например, ты сказал что-то, и надо думать о последствиях. А во второй повести то, что надо обещание выполнять, там даже глава так называется одна. Автор книги Эльвира Смелик, будучи библиотекарем по профессии, оказалась еще и талантливым писателем, лауреатом многих литературных конкурсов. Так что, если книга о семье Веселовых произведет хорошее впечатление на ваших деток, обратите внимание и на другие издания автора. Когда-то россияне были самой читающей в мире нации, но те времена остались позади. В глазах большинства современной молодежи чтение литературы не является интересным и нужным занятием. По крайней мере, таковы сведения статистики. И все же давайте спросим у представителей молодежи, так ли это. Оля, здравствуй. Привет. Нечасто мы, коллеги, приглашаем друг друга в свои проекты, но на мой клич ты первая откликнулась, наверное, неспроста. Потому что я же главная книгачей в редакции, и сейчас книжек, наверное, 15 курсируют между нашими прекрасными сотрудницами, даже сотрудниками, поэтому я не могла. Отправки именно из твоих рук? Да, да, причем потом какие-то циркуляции на второй этаж уходят книги, но пока возвращают, я не против, пусть читают. Понятно, но откуда появилась такая любовь к чтению, как давно? Сразу, как только научилась читать. Четыре года меня папа научил читать, ну, помог. Вот я помню даже, как этот момент произошел, я первое слово в своей жизни прочла, и потом все это... Есть такой айфоризм хороший, чтение самый приятный способ игнорировать жизнь. Именно этим я, наверное, занималась. Даже в саду я помню, что маме делали замечание, что на прогулке она сядет на бортик песочницы в шесть лет и читает, причем какого-нибудь, ну, не трех мушкетеров, ну, Беляева, наверное, да. Ну, играла тоже, но вот любила в книжках, наверное, даже чересчур. Ну, то как сложилось. Так ты вдохновляешься чтением, ты отвлекаешься, как ты сказала, от жизни, от реальности. Чтение для тебя что? И то, и другое. Наверное, часто антидепрессант, потому что что-то там не ладится, неприятности нависло куча, открываешь книжку, особенно если это роман вот такой толщины. Ну, и там на время, да, в эту реальность погружаешься, все, и пока-то, ну, какое-то время прошло, ты почитала, вынурнула, вроде уже не такие неприятности, как-то кажутся, прям неприятными. А вдохновение, да, конечно, черпаю. Прям бывает строчка, одна какая-нибудь, я еще и пишу, как все, кто много читает, и ты начинаешь выплескивать, производить эти тексты. Какая-нибудь строчка, и раз, озвучь на ней, мне пошел какой-то свой образ, картинка, вот, и я начинаю смотреть. Но при этом ты мама двух маленьких детей. Расскажи секреты. Как я успеваю читать? Ну, я читаю просто уже не бумажно, это я сейчас принесла для своей любимой, я читаю в телефоне, все это время, когда я не нужна, там, в маршрутке, когда я не нужна детям, там, в кухне, когда что-нибудь жарится, в ванной, когда лежу, читаю перед сном, когда они заснули, экран на минимальную яркость, как в детстве от мамы с фонариком под одеялом, сейчас от детей под одеялом я читаю. Хорошо. Ну, и какие книги ты сегодня нам принесла, расскажи, они? Я принесла очень разные книжки, одна, она такая, как бы, прикладная психология, сейчас их пускают тонны, даже сотни тысяч тонн, но она, вот, называется, ну, вот вам точка опоры, лекси Марон, мне нравится, что на обложке малина, потому что жизнь малина должна быть всех у нас обязательно. И в ней содержатся такие, в принципе, довольно дурацкие советы о том, как жизнь свою менять, которые, к моему огромному удивлению, начали работать сразу же. Вот психология, которая прикладная, то есть ты валяешь дурака, например, тебе нужно, чтобы день сегодня хорошо сложился, ты делаешь ли это какую-нибудь определенную фотографию свою, какую-нибудь смешную, неожиданную. Например, если я с утра там сфотографирую, но как-нибудь там, не знаю, ярко накрасивший день, придет хорошо. То есть там такие практические советы? Да, придумываешь сам себе, да, делаешь такое все, и там, например, нужно какая-нибудь сумма денег очень срочно. Здесь на чем основное, что мы словами как бы рисуем жизнь свою. Вот я прям хочу, чтобы ко мне деньги липли, я хочу, чтобы вот это происходило. Что я делала? Я брала реально скотч на руки, на ноги липкой стороной, наматывалась, серьезно. И сидела так вот время-тремни, дня три, наверное, ко мне липли тысячные бумаги, мелочь всякая, все. Я после этого устроилась на работу своей мечты, на которой продолжаю работать. В 2011 году это было, вот именно деньги ко мне тогда липли просто. Так, а долго нужно ходить вот в таком виде? Когда у тебя хорошее настроение, ты какую-нибудь вот такую вот сочиняешь ерунду. У меня, например, подруга делала тоже нас новость на этой книжке. Вот красное белье к деньгам, вот честно надеваешь. Красный кошелек, я слышала. Красный кошелек. Ну, в общем, красный цвет, он такой энергии, который притягивает. Ей очень срочно нужно было, чтобы ей добрили кредит, раньше, чем должно было быть там на машину. Она, в общем, закидывала красное белье, будем уточнять, как именно, на люстру, там и приговаривала всякие считалочки, дня три подряд у нее получилось. То есть ты страдаешь ерундой полной. Так это все-таки психология, магия. Непонятно. Она сама говорит, не ищите объяснение, просто делайте. Я попробовала как-то там, причем много вот это, оксюмарон, симарон, очень многие писатели вот на этой же как бы бродят, на этом же пяточке, стыка магии, психологии. Я думаю, что это подсознание наше как-то играет, там что-то притягивает, начинает. Нет объяснения, но работает. А как написана эта книга? То есть, допустим, оглавление, да? Хочу мужа, хочу денег, хочу детей, хочу то, хочу все. Именно так или как оно? Ну, в этой, да, прицельное волшебство, например, как цель найти. И потом игры с собой, как себя, например, там тоже найти. Ну, по разделам, грубо говоря, здесь способы, как чего-то добиваться. У этого же автора, у Лиси Мусу, у меня есть сайт. И сейчас у меня полетят камни от всех рациональных зрителей. Там пишешь на сайте, что ты хочешь, и оно сбывается. Ты пробовала? Я пробовала. Причем там есть такой раздел, ждем Аиста. Тоже это уже можно рассказать, потому что моя дочерь уже три года. И очень хотела, чтобы у меня была девочка. И еще она была только в проект, вообще как бы не была совсем, ну, как бы мне хотелось, потому что у меня уже был сын. И там есть такой раздел, бирочка для новорожденных. Там просто на сайте девчонки пишут, что бирочка, которую в роддоме выдают, тебе тоже это известно. Вес, рост, дата, пол. Я написала 8 декабря 2014 года. Девочка, вес, рост уже, если честно, не помню. Это ты загадала? Да, еще где-то за год, наверное. А девочка у меня родилась 27 ноября этого года. И там и вес, и рост были. Ну, в принципе, рядышком, потому что дети все похожи. Здорово, слушай. Ну, необычно совершенно. Хорошо. А вторая книга тогда о чем? Вторая книга, она, в принципе, наверное, плавно вытекает из первой. Она о том, что все возможно вокруг света за 280 долларов. Она была в суперобложке, но мои дети благополучно порвали. Называется «Подсмотренный мир». Это книга Валерия Ашанина. Это путешественник наш известный, российский. Ну, мало кто мне почему-то слышал, за рубежом он известен. Который автостопом с единомышленниками, маленькими группами организует путешествие. И вот здесь они отправились. Он и 8 еще человек, прямо из Москвы, по-моему, в декабре, если я не ошибаюсь. С 300 долларами в карманах. И вернулся у него еще, оставалась 20-ка. То есть от 280 долларов он вокруг мира смог обойти. Они там подрабатывали, по пути что-то искали. И здесь оно действительно подсмотренный мир. Не то, что мы видим в «Орел-решка» или в других каких-то передачах. Тут быт настоящий. Как оно есть. Да, как автостоп в Испании, как в Китае. Для меня было откровение, что, оказывается, тибетские монахи курят очень многие. Потому что Будда в своих заветах не успела написать, что не надо курить, потому что табака еще просто не было. И они это, например, ходят, дымят. Или что в Австралии водятся пауки размером с блюдца. Вот это всякие такие штучки, которые не узнаешь, да, откуда-то еще. Но эта книга мне в свое время прям подразнила. Мне ее подарила мама, когда у меня было двое детей, и второй было, наверное, месяца четыре. И мой круг путешествия ограничивался в магазине «Поликлиника.Дом». И я вот лежу, читаю, вот я все листаю. Переставляю? Да, в Аргентине побывались. Где-то там, как будто рядом с ним. Да. То есть я и погружалась, но потом закрывала. Так, ну ладно, думаю, хорошо, когда-нибудь я попробую. И вот я ее оставляю себе как-то. В этой книге я верю, что все возможно, черпаю вдохновение. Это то, что я хочу сделать. В рук света. То есть о путешествиях мечтаешь пока? Еще не приступала к осуществлению этой мечты? Пока нет, я думаю, что пока дети не подрастут. Есть, которые отчаянная мама, но я не из таких, я подожду, когда это нужно будет. Ты сказала, что 15 книг примерно ориентировочно сейчас ходят по рукам у нас в редакции, да? А какова же твоя личная дома-библиотека? Ой, так, она была вообще огромная. Сейчас я скажу, я даже считала, потому что была перестановка. У меня их, наверное, сейчас где-то 240-250 книжек. И остались любимые после тщательной фильтрации. То есть переехала часть книг в библиотеку, переехала еще раз, опять, часть моей любимой в библиотеку, там, или куда-то еще. Вот у меня стоит сейчас 5 полочек, и все мои любимые. То есть подходишь, что почитать? Все хорошие, все. Это очень здорово. Я хочу, чтобы библиотека пополнялась. Росла, наверное, моя, но именно такими шедеврами, моими. Здорово, молодец. Слушай, ну вот мы еще сегодня такую тему поднимаем. Читает ты современная молодежь. Ты молодая женщина, в твоем окружении, безусловно, много молодых людей. И вот, общаясь с ними, как ты считаешь, для них литература это увлекательное дело? Или в пустую потраченное время? Читает у нас сегодня молодежь или нет? Вот как представители ты? Я уже чуть-чуть выше, чем молодежь. Мои друзья, конечно, не читают, потому что у меня это вообще раньше был критерий, как можно общаться с человеком, которым не читают. Ну, это прошло, конечно, да, с нами бизнес, но круг остался, который читает. Те, кто чуть помладше, я думаю, что они будут все равно уже больше не на книге, а на видео, в силу того, что интернет везде, и ролики, и все. И литература, и чтение у них останется, скорее всего, просто как аннотации со временем. То есть, ну, оно будет уходить, и ничего страшного в этом не вижу. Они будут смотреть мне странички, вызывая в мозгу образы, да, просто будут уже встретить на готовые образы, но я думаю, узнавать они будут ничуть не меньше, чем мы. Поэтому меньше читают, да, я это знаю, но не печальюсь. То есть, как говорили в фильме, «Москва слезам не верит». Одно сплошное телевидение, да, нас с тобой это не может не радовать. Но, ну, да, уходит литература, уходит, конечно, по чуть-чуть. Остается журнальная какая-то, более легкие форматы, но пусть. И все же мы в своей программе «Книжный мир» призываем не забывать. Это хорошее хобби – читать книги, и не только в электронном виде, но и живую книгу подержать в руках. Это тоже как абзотика, да. Просто почитать, погреться об нее. Понюхать. Да, это тоже есть удовольствие. Спасибо большое. Интересные книги, необычный выбор. И, наверное, для кого-то твой выбор тоже найдет отклик в сердце, в душе и применение в жизни. Очень надеюсь. Вот это вот, это очень хорошая книга. Честно. Спасибо, что пришла, нашла время. До встречи в редакции. «Золотая полка» – это та, которая заводится исключительно для любимых книг. Я желаю, чтобы у вас она обязательно появилась. До скорой встречи, друзья, и приятного вам чтения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова